Истец требует возмещения ущерба, причиненного затоплением квартиры. Ответчик иск не признает, потому что ее вины в причинении имущественного вреда нет. Прошу всех встать. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Рощиной Майи Павловны к бабушкиной Полине Александровне. Иск заявлен о возмещении материального ущерба. Сумма иска 410 тысяч рублей. Пожалуйста, Майя Павловна, я вас слушаю. Обосновывайте заявленные требования. Ваша честь, ответчик моя соседка сверху затопила меня и добровольно не собирается мне платить. А вы не представляете, какой был потоп. Я по коленам в воде ходила, воду черпала, ванну выливала, у меня все смыло, а я только ремонт новый сделала. Ты сама виновата. То есть протопила вас ответчик, затопила вашу квартиру. Да. Я вызвала оценщиков, они мне 200 тысяч насчитали. Также я 200 тысяч новую кухню купила, заказала себе. А 60 тысяч пришлось еще платить соседям снизу. Но мы уже договорились без суда. Вот расписка, все документы у меня имеются. Вы оплатили соседям снизу? Да, да, да. Чтобы они на меня не подавали в суд. Пришлось им платить 60 тысяч, потому что я, получается, их тоже затопила. А вы-то почему, если вы не виновница, если вас сверху протопили, вроде как обычно, верхний сосед всем платит? Ваша честь, они на меня хотели в суд подать, а мне не нужны эти тяжбы. Мне вот достаточно того, что с ней сужусь. Поэтому я решила оплатить 60 тысяч, мирно все это решить, и больше к этому вопросу не возвращаться. Хорошо. А мне жить-то сейчас где? Негде. Потому что еще ничего не просохло. Так протопили, что невозможно проживать в квартире. Не могу сделать. И денег у меня, извините, на это нет. Потому что все уже отдала на ремонт. При головой надо было думать, когда делала. Да, конечно. Что делала? Ремонт? Нет, Ваша честь, все было совсем не так, как она рассказывает. Она просто наглая, тупая баба. На себя, смотри. Я абсолютно не согласна с этим иском. Объясню, почему. Это не я ее затопила, это пожарные ее затопили. А все по ее вине, между прочим. Ваша честь. Это просто нужно, не знаю, кем быть, чтобы это придумать. Она вышла по пожарной лестнице, облила мою дверь бензином и факелом подожгла. А меня дома не было, Ваша честь. А нечего было где-то ходить, где ты была-то? Да, мне сидеть и ждать, пока ты меня подожжешь, да? Подождите, ястица подожгла вашу дверь какую? Балконную. Балконную? Да, там, когда по пожарной лестнице выходишь, мой балкон прям рядышком. И она плеснула туда бензином и подожгла. И у вас случился пожар. Конечно. Приехали пожарные его тушить. И вот этот вот пролив именно из-за того, что пожарные тушили в вашей квартире пожар. Все верно. Я как раз подходила домой, поднимаю глаза, смотрю, у меня дым идет из окон. Естественно, я пожарных, полицию, всех вызвала. А вас дома не было в этой комнате? Не было, я как раз только подходила. Все приехали и, естественно, ее вину установили. Потому что везде камеры везят, если ты не знала. Ваша честь, да из-за нее я еще и судимость получила. Из-за нее? Конечно, из-за нее. Это ты меня подожгла, и поэтому у тебя судимость. Так вот, это доказанный факт, товарищ судимый. Это приговор в отношении юстиции? Да, это приговор суда. Пожалуйста. Передайте, пожалуйста, ты меня через приставы. В итоге у меня полквартиры сгорело. Все там вещи мои, кухня, все, что у меня было, это спасибо еще до потолка. Не дошло хоть документы целые. Сидела бы дома, не было бы такого. Конечно. Майя Павловна, я что-то не понимаю. Вы еще в суд пришли. Ущерб взыскивать? Вы зачем подожгли квартиру? Так все из-за мужика. Ваша честь, да она это увела у меня мужчину. Я познакомилась с мужчиной, он делал у меня ремонт. Завязались у нас романтические отношения. Я хожу, значит, ему рекламу делаю по подъезду. А она его позвала... Рекламу чего? То, что он мастер на все руки. Романтических отношений? Нет, мастер на все руки. Он же мне ремонт сделал. Вот я хожу и рекламирую его как мастера. А она что сделала? Позвала его зеркало повесить. Стоит вся такая в прозрачном халатике. Хрупкая, дрель держит. А у меня порядочный мужчина. Он не смог ей отказать. Конечно. Он не может выбор сделать. Чтобы он ходил, как раз в зеркала вешал. Так она его у меня увела, Ваша честь. И вы за это подожгли ее квартиру? Абсолютно верно. Да? Ну, я думала, она дома, да. Из-за мужчины. Я хотела ее чуть-чуть припугнуть. А вы хотели, чтобы она вместе там сгорела? Нет, конечно, Ваша честь. Нет, нет, нет. Я хотела ее просто припугнуть. Я думала, она дома. А вы сейчас-то тогда чего требуете с нее? Так как же, Ваша честь? Вы учинили пожар, его приехали тушить. Вас поэтому и пролили. Вы еще внизу. То есть вы не подозревали, что приедет пожарная, будут тушить, и вас, естественно, прольет. Я думала... Вы зачем поджигали-то? Квартиру умышленный поджог. Вообще вас кукушечку придерживать надо? Как? Ваша честь, я думала, она дома выйдет быстренько. И потушит сама. А она где-то ходит постоянно. Так это неправда. Это вообще-то мой мужчина был. Вы нормально себя чувствуете, естественно? Да, Ваша честь, нормально. Точно? Это мой мужчина был. Понимаете? Его Алексей зовут. У нас с ним романтические отношения. Все как положено. И ночевал он у меня. Так это проходу не давало. И в лифте с ним каталась. И трусы какие-то дарила. И смс-ки. И видео присылала. Но это просто, ей-богу, как школьница. Уже сорокетно. Вот уже все, скоро смерть. Это что значит, в лифте каталась? Да, она прям не выпускала его из лифта. Ну, конечно, мужик в шоке был. В итоге прислал. А трусы она ему в лифте прям дарила? Что пока каталась? Я не знаю, Ваша честь. Где она им там передавала эти подарочки? То покушать его позовет, то еще что-то. Просто невозможное. Да это мой мужчина. Она его сама испугала. Представляете, что она сделала? Она сделала с ним селфи. Фотографии, значит, поместила на футболку. Кольца там еще, как будто бы они женаты в браке. Мужчина испугался и, естественно, убежал. Живет теперь, наверное, у себя где-то в Брянске. Ходит, наверное, в твоей там футболочке. Какой мужчина-то будет терпеть такое? То есть мужчина убежал. Конечно, убежал. А ваша мысль поджечь квартиру от вечицы нет. Застряла плотно в вашей голове. И вы ее осуществили. Да она мне жизнь, знаете, уже 10 лет портит. Вы думаете, это первый раз она у меня так мужчину отбивает? И вы ее сжечь решили, да? Я тебе что, ведьма, что ли, на костер меня? Если бы у нас все соседи друг друга жгли бы, у нас вообще бы одни головешки бы остались. Она нормально, не понимает. Я с ней уже сколько разговаривала. 10 лет все мужиков у меня уводит. Не стоит устраивать личную жизнь. Вы знаете, как взыскивается вред? Почему? По каким основаниям он взыскивается? По общим правилам, виновное лицо обязано возместить вред. Вот в этом во всем виновен кто? Она, конечно, она с меня довела. Из-за того, что она Майку с фотографией распечатала вашему мужу. Я без квартиры осталась и без мужика из-за тебя. Это я осталась без мужчины. В чем она виновата? В чем ответчик виновата? А что же она его соблазняла ходила? Что же она его увела? Мы подожгли вы квартиру ее. Мы сейчас не вашего вот этого брянского мужчину делим. У Алексея мозги есть. Он может сравнить две женщины. Посмотри на себя в зеркало. Да ты на себя посмотри в область ушелая. Мы дело будем по существу рассматривать? И будем решать, где ваш брянский мужчина? Да, ваша честь. Я все равно считаю, что она виновата. 410 тысяч вы просите с нее, потому что она в чем-то виновата. В чем она виновата? В том, что вовремя не потушила пожар. Все, да? Да. Это все ваши доводы? Да. Она должна была вовремя потушить. Она должна была сидеть дома. Не потушила, поэтому у вас ущерб в квартире. Я же говорю, она дура. Все понятно. Просто дура. На себя посмотри, дедушка. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех вставить. Далее в программе. О чем вы там с комендантом договорились? Ну, я ему платила пять тысяч каждый месяц. Ну, умер он уже. Сейчас не спросишь. А то вы ему сейчас на статью наговорили, комендант. Пенсионерку выселили из общежития. Теперь она ютится в коридоре и утверждает, ей некуда идти, а за душой ни копейки. Правда ли это? Или женщина всех водит за нос? Узнаем в суде. И не тебе мне рассказывать про измены. Это кто с Толиком-то куркался сначала? Было, было. Я извинилась. А я изменил тебе с ней. Один-один, так сказать. Женщине были нужны деньги на любовника. И она уговорила подругу взять в долг у мужа рогоносца. В итоге все открылось. Семья распалась. Но и для суда у этой веселой троицы есть несколько пикантных тайн. Ну что? Что? Довела мужика? Сбежал? Да. Молодец. Ты видела себя? Он бы еще раньше сбежал. Да, конечно. Я-то себя как раз видела. А ты себя давно в зеркало смотрела на себя? О, видела. Как раз он мне его повесил. Да ты что? Теперь без мужика меня снова оставила. И еще оставила. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, оценив совокупности все представленные суду доказательства, решил. В иске о возмещении ущерба, причиненного проливом, отказать. Ущерб возмещается лицом, виновным в причинении вреда. В данном случае имеется только одно виновное лицо, это истица, которая умышленно совершила поджог квартиры ответчицы, что подтверждено приговором суда. Поэтому весь причиненный пожаром и его тушением ущерб как ответчице, так и другим пострадавшим должна компенсировать именно истица. Майя Павловна, я настоятельно к специалистам обратиться вам надо. Профильным. Это все дело закрыто. Прошу всех вставить. Решение суда. В иске отказать. Десять лет она мне не дает жизни. То мужика уведет, то теперь еще судимость и долги у меня. Все, съезжаю из этого дома, не нужна мне такая соседка. Правильно судья сказал, что она какая-то психбольная. В итоге, что она меня? Без квартиры оставила, отношения мне разрушила, еще и денег требует. Ей точно нужно лечиться. Надеемся, вы никому ничего не должны. Скажите, за что я должна что-то платить? Может, потому что вы опорочили ее честь и достоинство? И вам не придется рассказывать самые интимные подробности своей жизни. Да, спала с этим старым козлом. А понаблюдать за откровениями других можно здесь. Я отыграю, стой, ну не надо. Деньги отыграется он. Лечиться тебе надо. Лечиться тебе надо. Дела судебные. Деньги верните. Без этих денег смерть мне. Ты же тещу мою знаешь. Не пропустите. Истец требует признать за ней право собственности на комнату в бывшем общежитии обувной фабрики. Ответчик, представитель районной администрации, утверждает, что истца выселили на законных основаниях. Пожалуйста, я вас слушаю. Я требую, чтобы за мной признали право на эту комнату. Я прожила в ней более 30 лет. Получила, когда стала работать на обувной фабрике. Потом эту фабрику закрыли. Но перепродавали там много раз. Но нас никто не трогал. Мы жили и жили в этом общежитии. Это общежитие обувной фабрики? Да. Скажем, теперь уже бывшей обувной фабрики. Ее уже давно нет. И фабрики уже нет. А общежитие есть? Общежитие есть. Мы в нем жили. Нас никто не трогал. Потом разрешили комнаты приватизировать. Ну, многие приватизировали. Я-то сглупила, не стала приватизировать. Понимаете, у меня дочка маленькая. Я одна без мужа сглупила. Вы проживали в этом общежитии по договору социального найма? Да, вот у меня регистрация есть в этом общежитии. Вот чудом сохранившиеся несколько квитанций об оплате. Ну, не думала, не сохраняла, что они пригодятся. Теперь мы узнаем, что из нашего общежития собираются сделать бизнес-центр. И нас всех выгоняют. Ну, как всех выгоняют. Всем остальным заплатили компенсацию. У них приватизированы их комнаты. Выкупили. Ремонты там сделали, офисы открыли. А мне говорят, выметайся, ты здесь незаконно живешь. Комнату мою захолотили. А мне выметаться некуда, Ваша честь. К дочери я не могу пойти. У нее трое детей. Она тесно живет. Ну, и в контрах она меня просто не пустит. И я живу в коридоре этого общежития. В коридоре? Да, в коридоре. Телевизионщики приезжали обо мне и передачи снимали. Не смотрели? Нет. О том, как вы живете в коридоре? Да, да, да. Я вот даже фотографий несколько. Давайте мне документы, пожалуйста, все, Ирина Андреевна. Все мои документы. Я же еще и инвалид второй группы. У вас еще инвалидность установлена. Да, и об инвалидности есть бумага. Вот, и мне, вот кто снимал-то, сказали, что меня не имеют права просто так выгнать. Я 30 лет прожила, я имею право приватизировать эту комнату хотя бы сейчас. Потому что я ничего не приватизировала. Идти мне некуда. Дочь меня просто не пустит. Вы сколько уже в коридоре живете? Ну, больше двух лет. Больше двух лет? Да. И при этом у вас у дочери есть жилье, и она не может вас в себе забрать? Она меня не пускает. Она меня просто не пускает. Да и тесно у нее. Ваша честь, у нее трое детей, двухкомнатная квартира. Так, а сейчас-то общежитие на чьем балансе стоит? Администрации, да? Администрации. Передали муниципалитету. Так, а договор социального найма, где он у вас? Нет у меня документа социального. Ну, в общем, вы просите признать за вами право собственности на эту комнату. Право собственности на эту комнату. В порядке приватизации, да? Да. Вы считаете, что вы имеете право приватизировать эту комнату? Конечно, я там 30 лет прожила в этой комнате. Хорошо, ваши требования понятны. Пожалуйста, представитель администрации, я слушаю ваше возражение на иск Остица. Вы не признаете иск, да? Да, я ничего не признаю. Почему? Дело в том, что гражданка Хвостова, Ирина Андреевна, по каким-то причинам очень важные факты в упор не замечает. Какие? Вообще у гражданки Хвостовой с жильем все в порядке. Значит, в период с 98 по 2007 год гражданка Хвостова действительно проживала на территории того самого общежития, в той самой комнате. На законных основаниях. Но в 2007 году ей выдали квартиру от муниципалитета. Двухкомнатную квартиру по льготной очереди как инвалиду второй группы. Так, в 2007 году? Совершенно верно. Ну, я объясняла, там дочь моя живет. Значит, она в этой квартире прописалась вместе с дочерью. И впоследствии эта квартира была приватизирована на ее дочь. Соответственно, она, Хвостова гражданка, в пользу своей дочери от своей доли добровольно отказалась. Так. Ну, вот она говорит, что в контрах они живут. Видимо, поэтому она решила вернуться по какой-то причине в общежитие. Но, тем не менее, территорию, эту жилую, она заняла незаконно. Угу. То есть в момент уже, когда ей предоставили вот эту квартиру с дочерью, вы с ней договор наим и расторгли. Все верно. Так. А потом вернулась иститься опять в общежитие. На каких основаниях? Да. Самовольно заняла жилую площадь. Прожила там более 10 лет. А как можно самовольно занять жилую площадь в общежитии? Ну, я не знаю. Ваша честь, я все объяснила. С комендантом, наверное, там договорились или что? Да, совершенно верно. Я не знаю, как это произошло. Что значит договорились с комендантом? Ваша честь. Ну, правильно он все говорит. Квартиру я получила, жила. Потом дочка приватизировала на себя. Ну, в контрах мы поспорили. Она меня просто выгнала. Я была вынуждена из этой квартиры уйти. Вернулась в общежитие. Но у вас в этой квартире, если вы отказались от приватизации в пользу дочери, то у вас там пожизненное право проживания в этой квартире. Ну, вы понимаете, право проживания, право-то оно есть. Ну, жить невозможно там. Неужели вы думаете, если бы нормально можно было бы жить в этой квартире, я бы в коридоре жила? Не пускают меня туда. Просто не пускают. Вот. Я подошла. Ну, Ирина Андреевна, вы-то просите сейчас приватизировать эту комнату в общежитии. Да. Ну, я же в ней 30 лет прожила. А у нас человек может по закону только один раз воспользоваться правом приватизации. Так я же не пользовалась правом приватизации. И отказаться, отказ от приватизации, это тоже распоряжение этим правом. И его тоже можно совершить лишь единожды. И вы его уже совершили. Сейчас-то комнату как бы... Тем более, что вы договор социального найма с вами не заключали. О чем вы там с комендантом договорились? Ну, я ему платила. Я и за коммуналку все платила. А он вас пустил пожить там? Да. И лично ему 5 тысяч каждый месяц платила. Ну, умер он уже. Сейчас не спросишь. Вы просто посудите, как... А то вы ему сейчас на статью наговорили коменданту. Как человек мог платить коммуналку, если она там даже не зарегистрирована? Вот какие могут документы приходить на ее имя, чтобы она платила коммуналку? Я ему все отдавала, а он платил. Ну, вот это другой вопрос. Законно уже же что-то платили. Но проживали вы там незаконно. Соответственно, до нас, когда дошел сигнал, что она там незаконно живет, мы ее, естественно, туда выселили. Из комнаты. Из комнаты, да. И она поселилась в коридоре. И Ирина Андреевна поселилась в коридоре. И теперь мне просто некуда идти. Устроила там полнейший цирк. Бардак и бедлам. Соседи жалуются, пишут там коллективные письма с просьбой разобраться в ситуации. Кто-то защищает ее, потому что не знает всей ситуации на самом деле. Она еще и СМИ привлекала туда, чтобы они приехали, сняли репортаж о том, что администрация, злые чиновники обижают старушку, не предоставляют ей, значит, право на законную собственность, на законное жилье. Я говорила, да, приезжали, снимали. И сказали, что я могу там. Пожалуйста, представитель, отвлечка, давайте мне все документы. У меня и свидетель есть, что я там 30 лет проживала. А к дочери я не могу. Кого вы просите допросить в качестве свидетеля? Моя бывшая соседка по общежитию. Ну, хорошо. Суд удовлетворяет ходатайство истца. Вот допроси свидетеля. Павел, пожалуйста, свидетелей истца пригласите в зал. Свидетелей истца, вы идите. Добрый день. Пройдите, пожалуйста, к истеце. Представьтесь. Бобрикова Валентина Михайловна. Я соседка, бывшая Ирины Андреевны. Вы проживаете в общежитии? Я проживаю в общежитии. Проживала? Больше 30 лет мы с Ириной Андреевной проживали вместе. Вот ей дали комнату в другом. Мне выкупили комнату и дали... Вы приватизировали свою комнату в общежитии? Да, я приватизировала свою комнату. Вас оттуда как бы расселяли и вам, что, денежную компенсацию дали или другую? Или другое жилье дали? Да, другое жилье. Я живу в другом месте. Ну, я поддерживаюсь с Ириной Андреевной. Мы с ней дружим, мы с ней общаемся постоянно. Но вот Ирина Андреевна в 2007 году квартиру получила с дочерью, понимаете? Вот ей администрация дала квартиру двухкомнатную, как инвалиду. Они стояли, как нуждающиеся на очереди. Им дали двухкомнатную квартиру. Я об этом ничего не знала. Вам-то вот не дали, а им дали двухкомнатную квартиру. А сейчас, говорит, она отказалась в этой квартире от приватизации. Сейчас там дочь проживает и маму не пускает. В свое время не подумала. А сейчас мне просто некуда идти. Но это не наше дело, что у вас там дочерь отношения не клеятся. Вы могли бы разменять ту квартиру и жить в порозне. Как мы выяснили, Ирина Андреевна у нас не совсем законно потом в общежитии после 2007 года проживала. Я была в шоке. Она живет в коридорчике на ящичках. Ну, и стала покармливать. Мне же жалко ее. Да у меня нет. Я вот просрочку покупаю в магазине. Больше 30 лет были соседями. И с тараканами, и перебежками в туалет. Ваша честь, позвольте, я еще добавлю. Дайте ей приватизировать, пожалуйста. В 2001 году гражданка Хвостова, также от предприятия, на котором она работала, получила земельный участок общей площадью 8 соток. Загородный земельный участок. На тот момент стоимость участка оценивалась за сотку около 60 тысяч рублей. Но сейчас проведен ряд работ по устройству инфраструктуры в районе, проведены дороги, подведено электричество, планируется, подведение газоснабжения. И сейчас по предварительной стоимости, стоимость этого участка, извините за кламбур, около трех миллионов рублей. Поэтому если бы гражданка Хвостова... Это тоже ей дали от фабрики. Все верно. Поэтому если гражданка Хвостова... Собственности. Я объясню все. Ирина Андреевна, объясните мне, а где участок? Объяснить. По поводу участка. Ну он тоже на меня зарегистрирован, чтобы поменьше платить. Но на самом деле он принадлежит дочери. Мне просто не дадут продать его, не разрешат. Может вам тогда с дочерью как-то разобраться, а не с администрацией? Вас всем обеспечили. Квартиру дали, земельный участок дали. И вот нигде я не могу. Она меня просто выгоняет. Так если ваш земельный участок-то... Почему она вас выгоняет-то? Ну не могу я не продать его квартире. У вас в квартире пожизненное право пользования, проживание там. Участок есть земельный. У вас все дочь отняла, и теперь вы живете в коридоре, требуется администрации еще что-то. Ну как-то не по-человечески, по-моему, Ирина Андреевна. Пусть мне хоть какую-то комнатку дадут. А когда закончатся ваши требования-то? И эту комнатку у вас дочь отнимет? Потом внуки пойдут? И долго вам будет администрация все предоставлять? Продайте участок, купите квартиру. Ну пусть не в центре, а на окраине где-то купите. Очереди стоят. Нуждающиеся действительно люди, у которых нет ни квартиры, ни земельный участок. Они не могут ничего получить. Вам сейчас опять еще комнату дайте. Андреевна, это ты что? Ну да, знаешь, я где-то жить. Миллионерщица теперь. Да не миллионерщица я. Так, ну понятно. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. И не тебе мне рассказывать про измены. Это кто с Толиком так выркался сначала? Да, было, было, было. Я извинилась перед тобой. А я изменил тебе с ней. Один-один, так сказать. Женщина утверждает, что писала фиктивные расписки о займах у мужа подруги, но денег не видела. Их эта самая подруга тратила на своего любовника. Распутать эту странную историю способен только суд. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, показания свидетеля, оценив совокупности все представленные суду доказательства, решил. Иск о признании права собственности на жилое помещение в порядке приватизации оставить без удовлетворения, как не основанный на законе. Ирина Андреевна, у вас куча вариантов, как решить свои жилищные проблемы. Продать участок, заселиться к дочери, разменять квартиру дочери, где у вас пожизненное право пользования. Выбирайте любой, но с общежитием вам ничего не светит. Это все дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. По бумагам, по документам получается, что у меня и жилье есть, и денег целые миллионы. А на самом-то деле, кроме как в этом коридоре, мне и жить негде. Из коридора выгонят, вообще на улице останусь. Знаете, если честно, я поражаюсь человеческой надвостью. Я с таким бы даже в суд не пошел. Человек кругом не прав, но требует доказать его правоту. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Здесь действуют правила. Кто первый встал, того и тапки. Если вы не можете вернуть свои деньги... Деньги верни! А, вот тебе! Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Нагида, тебя урод! Истеричка! Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Вы можете обложиться законами, по которым вам что-то положено. Но я всегда найду тот, по которому вам не положено ничего. Это бесплатно. Истец требует взыскания денежных средств в порядке регресса по долговым распискам. Ответчик иск не признает. Убеждена бывшая подруга не заплатила по распискам ни копейки. Пожалуйста, обосновывайте свой иск, я вас слушаю. Ваша честь, я требую, чтобы моя бывшая подруга Аня вернула мне 125 тысяч рублей, которые я вынуждена была отдать ее бывшему мужу, именно по ее вине. В общем, у Пети, у Ани я ни копейки не занимала. Сейчас я вам поясню, что как было. Дело было так, моя бывшая замужняя подруга Аня по уши влюбилась в одного мужика из строительной бригады, его зовут Толик. Он оказался меркантильным козлом, стал с нее деньги тянуть. Ну, получается так, Анька, она на содержании у Пети, у своего мужа живет, то есть своих денег у нее нет. Петя это муж, Толик это любовник. Это ее любовник, она его полюбила, да. И он оказался вот таким козлом, стал с нее деньги тянуть и говорит о том, что, мол, если ты меня любишь, доказывай свою любовь, покупай мне сигареты, пиво, и я с тобой не буду встречаться. У Пети свой небольшой бизнес, у него есть ларек на рынке, он занимается ремонтом телефонов и гаджетов, то есть у него есть свой стабильный доход. Ну, значит, она стала у него деньги просить, ну, чтобы содержать Толика. И, значит, что она придумала? Ну, как бы я как подруга ей помогла, значит, я писала расписки, я не отрицаю, что эти расписки, долговые расписки, то, что я эти долговые расписки писала. Подождите, а вы-то почему их писали, если... А я хотела помочь подруге, то есть эти расписки были для отвода глаз, это были липовые расписки. Я Ане пару раз задавала какие-то... А о чем расписки-то, о чем? Долговые, ну, что якобы она мне помогает, я нахожусь в сложной жизненной ситуации, то есть у меня проблемы с финансами, на работе зарплату задерживают. И, в общем, это для отвода глаз. То есть Анна Виталина брала деньги у мужа, якобы, чтобы дать вам в долг. Помочь мне, а на самом деле она деньги тратила на Толика, на своего любовника. А вы писали расписки? Да, я задавала ей вопрос, она сказала, как бы все нормально, к тебе никаких претензий не будет. Итого за год я написала 8 таких долговых расписок. 8 расписок? Да, то есть от 10 до 25 тысяч рублей на общую сумму 125 тысяч рублей. Ладно, значит, получается так. Как-то Петя застал свою жену Аню с Толиком. И, в общем, он с ней развелся. Значит, проходит 3 месяца после их развода. И каково мое было удивление, то есть я была на стороне Пети. Но он приходит спустя месяц после развода ко мне, то есть с этими расписками, и говорит, что ты мне должна эти 125 тысяч рублей. Да, вы расписки-то писали, что взяли как раз у Петра Борисовича. Да, но я, ну понимаете, это было для отвода глаз. Денег я не видела по факту, Аня оставляла их у себя. То есть все расписки были безденежными? Деньги вы не получали? Я лично не получала, ни копейки я не видела и не тратила на себя. Но Петр Борисович после развода их вам предъявил к погашению? Да, он предъявляет мне эти расписки. Я стала объяснять ему всю ситуацию, но он не стал меня слушать. Он прижал меня к стене с этими чертовыми расписками и стал требовать. Твой почерк ты писала, тебе и возвращать эти деньги. То есть я напугалась. У меня были, да, у меня были 125 тысяч рублей, я копила на ремонт. Это были мои последние сбережения. Я отдала ему эти деньги. Да, конечно, да. Да, я отдала ему. Тебя там не было, не надо. И, в общем, я осталась без денег. То есть в какое-то время я была просто в шоке. То есть вы перед Петром Порисовичем все расписки погасили? Все, да? Да, они погашены. Вы ему отдали весь этот долг. Но поскольку вы денег не видели, вы просите сейчас эти деньги взыскать как бы с выгодоприобретателя, да? Да, потому что я эти деньги не тратила. Я их вообще не понимаю, зачем я их отдала. Ну, под испугом. Потом я посидела, подумала, а почему я должна эти деньги? Когда вам Петр пришел с этими расписками, вы ему ситуацию это все рассказали, он же уже понимал, что... Он не стал меня слушать. То есть он пришел как обезумевший. Твой почерк, ты писала, вот и возвращай. Я ничего не знаю. Для тебя эти деньги занимались. Понятно. Вот так. Поэтому просите взыскать ответчику 125 тысяч рублей по всем этим распискам. Да, потому что на себя деньги не тратила. Я понял. Почему я должна платить за ее вранье? Пожалуйста, Анна Витальевна, ваше отношение к заявленному иску. Ваша честь, я иск Нины не признаю. Почему? Она сейчас и вам, и мне врет. Думает, с вашей помощью обогатиться за мой счет. Но я точно уверена, что 25 тысяч она никакие никому не давала. Не, подождите, подождите, подождите. Да. Вот вы фактически подругу подставили перед мужем своим, да? То есть вы признаете, что вы деньги у мужа брали? Признаю. Она расписки писала, вы ей эти деньги не давали, а тратили там на свои нужды, на Толику. То есть это вы признаете? Да, я признаю. Вы подругу подставили. Она говорит, что погасила все деньги перед мужем, ты передашь. Сейчас я расскажу вам. Я ее знаю с юных лет. И чтобы она заплатила 125 тысяч по чужому долгу, да она удавится за копейку. Это просто невозможно, это нереально для нее. А долг не чужой, а ее. Значит, как было, Ваша честь? Да, был действительно некий Толик. Он был моим любовником. Мы встречались несколько месяцев. То, что он козел и урод, Нинка правильно сказала, да. Но у меня было словно какое-то наваждение. Я сошла с ума, я не понимала, что я делаю. Но подруга, подруга, бывшая уже подруга, она могла меня вразумить, направить меня в правильное русло. У тебя самая голова на плечах есть. Она должна мне была открыть глаза. Чего она, к сожалению, не сделала. На Толика? Какой Толик, конечно. Это же подруга моя. Ну, а это ваш Толик? Возлюбленный. Ну, я надеялась на свою подругу, да, что она как-то поможет мне, по крайней мере, откроет глаза. У меня влюбленность была, да, я это признаю. К сожалению, такого не случилось. Но самое интересное, что она уговаривала меня и подговаривала всячески оставить моего супруга Петю и уйти к Толику. То есть она потакала моей влюбленности и всячески агитировала меня на то, чтобы я ушла к Толику. Объясню, почему. Почему? Ей это было очень выгодно, потому что мы одновременно с Ниной познакомились с моим Петей. В одной компании мы были. Так. Вот. Сначала-то Петя начал за Нинкой ухаживать, да, а потом быстро перевентулся ко мне. Так она, сволочь, до сих пор простить не может. И надеяться каким-то образом его захомутать. Так вот она и агитирует меня, чтобы я-то ушла к своему Пете, а она-то использовала момент. Но, к сожалению, ни хрена у тебя это не получится. По поводу долговых расписок, Ваша честь. Да, действительно, я была, брала у супруга своего деньги, денежные средства. Я действительно их тратила на любовника Толика. Я просила Нину писать расписки, якобы, чтобы мне предоставить эти расписки Пете, показать Пете. В итоге-то я ушла к Толику. Так все и случилось, что я ушла к Толику. К сожалению, да. И только я потом поняла, что я совершила огромную ошибку, потому что Толик такая мразь. Он обобрал меня до ниток. Он даже ювелирные мои драгоценности сдал в ломбард. После того, как я осталась без денег, он просто переметнулся к другой. Ну, это легко же было предвидеть. Но! Но! 125 тысяч я Нине никакие не должна. Почему? Потому что недавно я призналась Пете в том, что я действительно просила деньги у него. Расписки писала Нина. Я эти деньги тратила на Толика. Я в этом ему призналась, да. На что он мне ответил, что никакие деньги от Нины он не получал. 100%. Никакие. Она ни копейки ему не дала. И еще он мне сказал, еще он мне сказал, что именно Нина сказала мне, что я ему изменяю столиком. Какая же сволочью надо быть! Ты была моей подругой. Бывшая подруга уже. Ты тоже моя бывшая подруга. Ваша честь, по поводу... По поводу расчетов. Это вообще наши с Петей взаиморасчеты. Наш семейный бюджет общий, потому что две недели назад мы помирились с Петей и подали опять заявление в ЗАГС. Собственно, мы... Он скоро станет... Петр вас простил. ...моим мужем, да. Ага. Вот. Поэтому мы сами разберемся с нашим общим семейным бюджетом. Но Нине ни копейки я не должна. И наша семья Нине ни копейки не должна. Ваша честь, я прошу выслушать, пожалуйста, моего бывшего будущего мужа Петра в качестве свидетельств. А, вы просите его в качестве свидетеля допросить. Да, пожалуйста. Да, с удовольствием. Пожалуйста, Павел, пригласите свидетеля-ответчика в зал. Свидетель-ответчика, войдите. Добрый день. Петя. Пройдите, пожалуйста, к своей... А почему ты идешь к ней? Конечно, ко мне. Сейчас я расскажу. Конечно, ко мне. Естественно, куда она еще пойдет? Представьтесь. Лушин Петр Борисович. Петр Борисович. Вы знаете, да, в чем здесь вся проблема? У нас вот с расписками, по которым у вас, якобы, Нина Викторовна брала деньги, на самом деле, там они уходили на третьих лиц, тратились, но это неважно. Утверждать, что она перед вами погасила 125 тысяч рублей по этим распискам? Вы это признаете? Она вам денежные средства выплачивала по распискам? Расписки погашены? Ваша честь, денежные средства не выплачивала. Не выплачивала? Не выплачивала. Сейчас я все объясню. Давайте. Дело в том, что последний год нашей семейной с Анной жизни Аня просила у меня деньги в долг для своей подруги Нины. Это мы поняли уже. Я одалживал эти деньги через Аню. Нину знаю давно, но все равно просил писать расписки так, в общем-то, спокойнее. Все-таки юридический документ. Безусловно. В общей сложности за 8 раз 125 тысяч через Аню я одолжил деньги Нине. Все верно. Через какое-то время Нина мне в разговоре намекнула, что моя жена Аня изменяет мне с неким Толиком. Я решил это дело проверить. Стал за ней следить. И, к сожалению, это оказалось правдой. Да, я поймал их на измене. Скандал, разбор полетов. В общем, Аня призналась. Да, но мы выяснили уже, что корабль вашей семейной жизни разбился об Толика. Было такое дело, да. Мы развелись тогда. И через какое-то время после развода я вспомнил, что Нина мне торчит деньги. Нашел расписки, взял их и пошел к Нине с этими расписками. И? И дело в том, что, да, она расплатилась мне за каждую расписку. Это я признаю. Но ни рубля она мне не заплатила. А чем это она заплатила? Ни рубля не заплатила. Интересно это мне. А чем тогда отдала? Когда я пришел к ней с расписками, она сказала, что денег у нее вообще нет. И есть только один способ рассчитаться со мной по этим распискам. Это расплатиться натурой. Что? Да, натурой. Ну, не тебе сейчас мне об этом рассказывать. Натурой? Да. Ну, понимаете, я уже как бы месяц на тот момент... Давайте все-таки конкретизируем. Натурой это чем? Ну, это... Каким способом? Не яйца, не морковка, это секс. А, то есть оказанием интимных услуг? Да. Кошмар просто, кошмар. Вот только... То есть... Я извиняюсь, а по какому прайсу вы рассчитывали? Ну, в общем, приходил я к ней восемь раз. Восемь раз. За каждую расписку? За каждую расписку. И на восьмой раз я расписки эти вернул. Но, должен сказать, что я не сразу согласился. Она очень настаивала на этом, он вцепился в меня, как клещ. Как ты могла это вообще? Да это ты меня прижал к стене с такими расписками. Возьми натурой, говорит, и все. Возьми натурой. Ну, нечего смеяться. Долг платежом красен. Это в порядке вещей. Я тебе вообще ни хрена себе. Это ты говоришь мне, что ты восемь раз изменил и заявляешь это в суде сейчас? Ты нормальный, Петя, вообще? Аня, я это рассказываю для того, чтобы суд принял справедливое решение, чтобы мы сэкономили деньги на этом деле. И не тебе мне рассказывать про измены. Это кто с Толиком-то выркался сначала? Было. Да, здесь я согласен с Петром Борисовичем. Один-один, так сказать, в наших с тобой отношениях. Я не поняла. Я для тебя была... Нина Викторовна, как вы прокомментируете такое заявление свидетеля, что вроде как погашены расписки-то все? Совершенно верно. То есть, по сути, ваш регрессный иск должен звучать к ответчику, как раз тоже вернуть натурой. Ну, я так понимаю, вас этот вариант не устраивает. Не устраивает вообще, не устраивает. Я все отдала, понимаете? Я уже ничего никому не должна. А где у вас документ, подтверждающий, расписка должна быть от взаимодавца, а то, что они погашены, деньги получены? Ваша честь. Если расписки у меня на руках, значит, я уже ничего никому не должна. Я взяла расписки, я отдала дом, он вас брат принял. доказывается тем, что расписки у вас в руках. Да, расписки у меня на руках, я никому ничего не должна. Так и мы тебе ничего не должны. Нет, не должны, Аня, 125 тысяч рублей. Да ты совсем охренела! Да какие 125 тысяч рублей? Мы вас ссали вообще! С ума сошла совсем уже! Правда, на нашей стороне. Ничего, нормально. У меня больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решения. Ты как вообще, нормально, адекватная, нет? Да ты неадекватная! Какого хрена ты не трогаешь? Какие деньги нужны? Какие 125 тысяч? Мои деньги, которые я отдала! Тебе кажется, наверное, какие деньги? Не было никаких денег, ни рубля, Нина, не надо! Нина! Я все отдала, ничего не должна! Не придумывай, это нагло ложь! Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон, показания свидетеля и оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, решил. Иск о взыскании долга в порядке регресса оставить без удовлетворения, как заявленный к ненадлежащему ответчику. Правоотношения по долговым распискам возникли у истицы не с ответчицей, а с ее мужем. В настоящий момент все расписки погашены и законных оснований для предъявления требований к ответчице, которая не являлась стороной по распискам, у истицы не имеется. Поэтому суд в иске отказывает. Но я думаю, даже при наличии требований к надлежащему ответчику у вас мало шансов выиграть этот суд. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Спасибо. Решение суда в иске отказать. Ну и что, что я деньгами Пете ничего не отдала? А как же 8 ночей, которых мы провели? Самый замечательный, страсть, любовь. Ну как же без этого? Разве это не считается? Уродина просто. Это было очевидно, что она проиграет. Еще и 8 ночей с моим мужем спала. У меня просто нет слов. Возмущению нет предела. Сейчас особенно важно защитить свои сбережения. Деньги-то где? Я тебе ответил, где? Не надо. Я понял. Цивилизованно. Посмотрите на меня. Законно. Все должно быть по закону. По какому? В суде. Это все ваши доказательства? Не впечатляет. Даже если придется раскрыть все тайны. Его одна разрешительная подпись стоила 500 тысяч рублей. Дела судебные. Деньги верните. Если честно, я вообще не понимаю, что он от меня хочет. Денег хочет он от вас. 6 миллионов. Каждый день на нашем телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok